Мы находимся на Тюменском производстве цементно-стружечных плит. Сегодня здесь подводят итоги внедрения принципов бережливого производства. Процесс происходил в течение шести месяцев. За это время, уверяют сотрудники, ускорился процесс отгрузки продукции, за счет чего увеличилась производительность. Принципы бережливых технологий позволяют очень быстро адаптироваться новому сотруднику, снизить время протекания процесса. Чем быстрее мы делаем, соответственно, быстрее мы получим свои деньги. Чем меньше у нас запасов, соответственно, тем меньше денег мы потратили. Но при этом мы можем больше произвести за счет увеличения выработки. Все получилось благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда». Как он работает? Предприятие, которое желает что-то улучшить в своем производстве, обращается с заявкой в региональный центр компетенции Тюменской области. И команда экспертов центра приезжает на производство и оценивает все его этапы, включая, например, расположение предметов на рабочем месте сотрудников. Время, которое рабочие затрачивают при передвижении по производству или процесс логистики. После этого составляется план оптимизации, который внедряют вместе с коллективом предприятия. Мы применили систему 5С, то есть мы убрали все ненужное, все лишнее с рабочего места. Мы организовали место хранения всех инструментов, чтобы работник, ага, мне нужен ключ, ключ на 12, он подошел, увидел, ключ на 12. Все, взял, поработал им там, что-то подкрутил, подправил, повесил его обратно. У нас уменьшается время поиска инструмента. Уже стартовал прием заявок на участие в нацпроекте «Производительность труда» на следующий год. Предприятия должны пройти отбор по нескольким критериям. Одно из них – это принадлежность к определенной сфере деятельности. Это либо обрабатывающее производство, сельское хозяйство, торговля, транспорт или строительство. Но и годовой объем выручки у предприятия должен быть не менее 400 миллионов рублей. Зато если компания попадает под все критерии и проходит отбор специалистов регионального центра компетенций, то внедрение принципов бережливого производства для него будет абсолютно бесплатным. Мария Рянина, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.